Пока украинские воины сражаются с врагом, украинские артисты держат культурный фронт. Так лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук поет в Харьковском метро для местных жителей, которые прячутся в подземке от обстрела в российской армии. А вот музыкант уже во Львове, играет на вокзале для тысяч беженцев. Украинские артисты стали поддержкой для наших воинов, беженцев и миллионов людей по всему миру, которые с болью в сердце наблюдают за войной. Свою поддержку и музыку певица Светлана Тарабарова привезла в штаб гуманитарной помощи беженцам на Закарпатье. А пианист Евгений Хмара и певица Ирина Федишин дали концерт в санатории, который стал временным домом для сотен детей с востока Украины, оставшихся без родительской опеки. То, что я хотела сказать, я сказала, чтобы они никогда не опускали руки, чтобы все, кто сейчас переживает трудности, все наши дети занимались искусством. Украинскую культуру, а вместе с ней поддержку наши исполнители продолжают нести и на международной арене. А сегодня особенно важно заявить миру об Украине всеми возможными способами. Тем временем объединенный бренд украинской культуры в мире Ukraine Now and Forever запустили Министерство культуры Украины и Госагентство по вопросам искусства совместно с партнерами. Этот культурный фронт как раз и должен донести миру, что мы имеем свою собственную, самобытную, широкую и интересную культуру. Это и есть задание нашего проекта. Это бренд, под которым мы предлагаем объединиться всем тем, кто хочет говорить всему миру об Украине. Символом бренда выбрали подсолнух. Над айдентикой работал украинский художник Даниэль Скрипник. Это символ, который уже в свое время стал символом Иловайской трагедии, а сейчас символом этой войны. Мы все помним, как буквально в первые дни войны храбрая женщина на юге Украины сказала оккупантам «Насыпьте себе хотя бы семечки в карманы, чтобы потом прорасти в нашей земле». Айдентика проекта находится в открытом доступе для всех желающих рассказать миру о культуре Украины. Марина Барба специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.